Здесь у нас идет вопрос о совершении обеденного намаза после джумы. В принципе, это вопрос, который почти все из нас знают. Но, тем не менее, так как это мне поручено, будем разбирать, насколько мы это сможем. И здесь нужно понять одну вещь. Во-первых... Здесь нужно понять одну вещь. Но, конечно же, насчет обязательности намаза и как его соблюдать совершать, среди ученых нет в разногласии. Господь Николай Алейсиат Ассалям говорит, Вы совершаете намаз так, как вы увидели, как я его совершаю. То есть, мы должны соблюдать те условия и те составные части в намазах и в всех обязательных действиях, которые соблюдал Господь Николай Алейсиат Ассалям. И относительно намаза пятничного, джума-намаза, есть непосредственно шесть условий, которые посланник Аллах Алейсиат Ассалям всегда соблюдал в этих пятничных намазах. И нам нельзя выходить за рамки этих условий. И первое условие это, чтобы намаз, пятничный намаз, он был совершен именно коллективно, джума-нам, то есть никогда не было так, чтобы восстанник Аллаха Алейсиат Ассалям, или же кто-либо из подвижников совершал пятничный намаз один, сам человек. То есть, если пятничный намаз в джума-намате совершать не получалось, его совершали как? Его совершали в отдельности, сам человек совершал его и совершал его как объединенный намаз. И второе условие, которое непосредственно является, тоже соблюдало спасание Аллаха Алейсиат Ассалям и с подвижниками, и саллахами, и чтобы пятничный намаз совершал именно 40 человек. И здесь, например, есть хадис, который приводится от Ассада Бун-Зурара, то есть это один из ансаров, один из первых ансаров, кто принял ислам и был накибом, как бы, да, один из главой этих подвижников, кто был в Медине. И хадис, который передан от Ассада, говорится, что мы начали совершать джума-намазы в Медине, когда наше количество достигло 40 человек. И есть и другие хадисы, где посланник Аллаха Алейсиат Ассалям говорит, бин-нас, да, например, кулу-карятин фи-хи-арба-ина, фа-алай-иму-ль-джума-а. Всякое селение, где есть 40 человек, они обязаны, они обязаны совершать пятничный намаз. Здесь есть хадисы, кому интересно, они приводятся, например, есть хадисы, которые приводятся от Хакима, есть такой хадис, который приводится от Ибн Хиббана, Ибн Маджиа и так далее, и так далее. Есть хадисы, где посланник Аллаха Алейсиат Ассалям говорит, что джума-намаз должен совершаться именно, здесь должно быть именно 40 человек. Конечно, в этом вопросе есть некоторые разногласия среди ученых. Допустим, имам Абу Ханифа говорит, что достаточно в этом джума-намазе, чтобы было 4 человека. И он опирается в этом на аят, да, например. Здесь имеется в виду, Когда призовут вас к пятничному намазу, значит, должен быть один человек, который призывает к пятничному намазу. Один. Приходите на намаз. То есть, во множественном числе, должно быть минимум сколько? Трое. То есть, он из этого аята вывел количество людей. Один, который в мечети, который призвал, и трое, которые пришли. Но это мнение, оно не подкреплено сунной. Оно не подкреплено сунной. И поэтому, когда ханафиты говорят, что 4 человека достаточно, допустим, да, например, для совершения джума-намаза, шафииты это мнение не принимают, потому что есть тот хадис, который непосредственно бин-нас говорит о количестве 40 человек. И вот это мнение, оно не, вы имеете в виду, не совпадает с тем, что было во время посланника Аллаха, во время посланника Аллаха, али-сиа, ау-салям. И есть, например, другое мнение тоже имама Малик, например, имам Малик говорит, что количество людей, кто совершает джума-намаз, чтобы их было достаточно, чтобы их было 13 человек. И здесь, например, он опять речь на тот же аят, да, например, То есть вот этот случай. Когда вася Николай Аллаха совершал джума-намаз, были сподвижники, и вдруг пришел слух, что пришел караван. И определенная часть подвижников ушла навстречу этому каравану, посланник Аллаха, али-сиа, ау-салям, остался в мечети. И вместе с ним осталось 13 человек. Опираясь на этот хадис, Маликиты говорят, что именно, опираясь на него, Маликиты говорят, что эти 13 человек имеют среди достаточно для джума-намаза. Но шафииты здесь тоже приводят им доказательства, что посланник Аллаха, али-салям, подождал, пока эти люди не вернутся оттуда. И после того, как они вернулись оттуда, после этого совершил джума-намаз. То есть это мнение, такое мнение Маликитов тоже шафииты, естественно, дают вот такой следующий ответ. В общем, мы это приводим как бы к сведению. В любом случае, в шафиитском Мазхаве однозначно известно, что количество людей, кто совершает джума-намаз, должно быть не менее 40 человек. Естественно, эти 40 человек должны быть какими? Которые собираются условия намаза. Как и основные, умеется говорить. Есть условия, которые на нас возложены в обязательных намазах, и эти условия, естественно, должны быть соблюдены и в намазе джума. Это, естественно, общеизвестно и есть во всех книгах Пафеха. Третье условие, которое должно соблюдаться при совершении джума-намаза. Джума-намаз должен совершаться именно в селе или же городе, где есть непосредственно постройки, дома. Такое с ним, если, например, какое-либо селение, какое-либо, например, да, Аум, как имеется в виду, то какая-либо община живет, имеется в двух полях и живет в палатках, то на них обязательность этого джума-намаза, естественно, не возлагается. И, естественно, то есть, если будет совершено в этом случае, то есть оно не будет соблюдено, не будет соблюдено одно из условий, которое соблюдалось во время послания Аллах, алейхи салям, и сподвижник. И следующее условие, четвертое условие имеется в виду, джума-намаз должен совершаться именно во время обеденного намаза. То есть, если, например, полностью джума-намаз, он должен завершиться до наступления после обеденного намаза. Если он не будет завершиться, этот намаз, он завершается как обеденный. Это тоже нам известно из книг по фитху. И пятое условие, которое является обязательным по отношению к джума-намазу, чтобы джума-намаз, он совершался именно в одном населенном пункте, в одном месте. То есть, ни во время сподвижника, то есть, ни во время послания Аллаха, алейхи салям, ни во время салихов, то есть, ни во время сахабов, табиинов, и даже табиу-табиинов не было так, чтобы в одном населенном пункте совершался намаз в двух местах. Этого не было. То есть всегда именно намаз совершался именно в одном населенном пункте. И это есть вопрос, где абсолютно среди ученых нету разногласий. Ни посланник Аллаха, ни сподвинники этого, естественно, не делали. И шестое условие, которое есть по отношению к намазу, чтобы до джума намаза было совершено два, имеется ввиду, хутпа. То хутпа тоже есть в своих условиях, девять условий. Например, такие же, есть в намазе, если человек умеет, может стоять, чтобы он стоял, чтобы у него было, например, обмывение, очищение было, обмывение, чтобы у него была чистота на теле, имеется ввиду, чтобы был скрыт в аурах, но умеется ввиду, те же условия, которые намазить даже. И дальше, например, есть арканы хутпа тоже, чтобы соблюдали все арканы хутпа. что у нас там было еще. В общем, у этого тоже есть, у хутпы тоже есть свои непосредственно условия, 9 условий, которые непосредственно должны быть соблюдены. Чтобы человек сидел между хутпами, тоже является условием, чтобы 40 человек слушал эту хутпу, тоже является условием, потому что 2 хутпы считаются как 2 рака. 6 условие, чтобы оно было именно на арабском языке, 7 условие, чтобы оно было после наступления времени обеденного намаза. И чтобы это было непосредственно шло подряд, то есть между ними не было большого, не пришло большого промежутка времени. То есть вот эти все условия, все условия относительно хутпы и относительно джума намаза, они соблюдались во время посланника Аллаха. И теперь получилось так, получилась беда. То есть получилось то, что не было во время посланника Аллаха. Села увеличились. Получилось так, что в одном населенном пункте начали совершать джума в двух местах, в трех местах, в пяти местах, в десяти местах, в двадцати местах. Это мы точно наблюдаем сегодня. То есть этого не было во время посланника Аллаха. И теперь, допустим, например, вот есть 6 условий, которые мы сказали джума намаза. Если все 6 условий джума намаза люди правильно, если их соблюдали, если соблюдали все эти 6 условий, все говорят о чем? Все говорят, что обеденный намаз после джума намаза, если все условия джума соблюдались, можно совершать или нет? Нет, нельзя. Харам. Однозначно. Если точно известно, что все условия джума, все 6 условий джума соблюдались, то совершить после обеденного намаза непосредственно, то есть после джума намаза является каким? Харам. Потому что этого не было во время посланника Аллаха. Но здесь есть вопрос о чем? Когда эти 6 условий, которые соблюдал посланник Аллаха, не соблюдаются. Посланник Аллаха, свадвинники, саляхы соблюдали, и мы не соблюдаем. Здесь какой есть выход? Здесь, например, ученые, например, Ханафийского, Малитийского, Шефирийского и Хамберийского мосхапов говорят о чем? Если не соблюдаются условия джума намаза, что мы будем делать? Мы можем полностью оставить джума намаз, не совершать его. Например, мы не можем в одном городе собраться в одной мечети, давайте теперь джума намаз мы не будем совершать. Мы можем к этому прийти? Тоже не можем. Правильно же? Как мы можем оставить то, что совершалось уважаемый посланник Аллаха? И тем не менее мы не соблюдаем те условия, которые соблюдаются во время посланников. После этого имамы на основании Ичтихада вынесли какое решение? Они говорят, если условия джума намаза не соблюдаются, то после джума намаза, если точно не соблюдаются, совершение обеденного намаза после него будет каким? Обязательно. То есть, если точно соблюдались условия, совершение было каким? Харамом. И если точно не соблюдаются, то совершение его будет обязательным. Почему? Потому что мы не можем считать, что джума совершили, потому что мы не соблюдали те условия, которые соблюдал посланник Аллаха, Али Саакасалам с подвижниками, кстати, величие поколения. Понятно же? То есть, и здесь ученые говорят, мы не можем оставить джума, потому что это шиару ислама. То есть, это признак ислама. Это признак единения мусульман. Это тот механизм, который сплачивает людей, который воспитывает людей. Если не будет джума, если не будет хута, что получится? Есть огромное количество людей, которые избегают, стараются избегать мечети из-за того, что у них достаточная загруженность местными вопросами. И если эти люди не будут попадать хотя бы на один раз в мечеть, хотя бы минимум этой хута будут услышать, что получится? Ничего хорошего не получится. Понимаете же? Поэтому ученые говорят, мы не можем оставить джума, хотя не соблюдаемые условия, и так как не соблюдаемые условия должны после нее совершить абьянина намаза. Это касается именно тех пунктов, тех мест, тех, тех, да, методов, обстоятельств, когда не соблюдаются условия, да? Чуманно. И когда кто-либо говорит, допустим, не, вот, например, да, вы что, сварзал, что ли, на вас все еще не возложил туда-сюда. Я говорю, прежде чем что-то сказать, посмотри в твои условия, в твои слова, они соответствуют тому, что ты говоришь, соответствуют исламу или нет? Он говорит бидра. Он говорит, это, говорит, совершение абьянного намаза после джума намаза бидра. Не это бидра, не совершение абьянного намаза бидра, а то, что мы упустили условия, которые соблюдали посланник Аллаха. Вот это есть бидра. Самое большое бидра, когда человек оставил одно условие и говорит, не, не, больше я ничего не обязан. Он, человек, совершил джума намаза, пропустил условия, которые посланник Аллаха, а.с., соблюдал и говорит, не, не, я больше ничего делать не буду, больше я ничего не обязан. Вот это есть бидра. И нет ни одной бидра, которая является более мерзкой, коварной, да, чем это, и не может быть. Человек оставил то, что делал посланник Аллаха, а.с., сподвижник и последующие поколения, говорит, нет, нет, я больше ничего не обязан делать. Я говорю, ты посмотри, ты посмотри, что посланник Аллаха, а.с., ты же не делаешь. Поэтому здесь имеется в виду совершение абьянного намаза после джума намаза идет, почему? Потому что условия не соблюдаются. И здесь ученые говорят, если есть сомнения насчет того, что условия соблюдаются или нет, в данном случае совершение абьянного намаза будет желательно. Ну здесь получается цифра очень. Если условия однозначно соблюдаются, точно известно, что условия соблюдаются. Совершение абьянного намаза после джума намаза будет харамом. Если точно неизвестно, соблюдается или нет, будет мустахаб желательно. И если имеется в виду условия не соблюдаются точно, то совершение абьянного намаза после джума намаза будет обязательным. Фарвваджи. Вот это есть условия, которые ученые там привели в Мейцевиду из своих книгах к фитху. И если кому-то интересно, здесь я некоторые выписки по данным этими тоже на арабском тоже сделал. Если кто-то с вами, кому интересно, возьмите, скопируйте, передайте другим. И на русском тоже есть то же самое, в принципе. Если кто-то захочет ее сохранить, можно его сохранить. И здесь есть дополнительные какие-либо вопросы, мы могли бы ее вместе обсудить по мере наших возможностей. И здесь, например, насчет шести фарзов, здесь есть и определенные примеры, которые были во время поста Николая Алиаса. Например, однажды, как совершил утренний намаз, он обнаружил, он увидел, что двое из подлинников обед утренний намаз за ним не совершили. Что с вами? Почему вы обеденный намаз с нами на тюмати не совершили? Сподлинники ответили, мы, говорит, совершили этот намаз дома. Астана Николая Алиаса Торстана сказал, вам было бы лучше, если бы вы совершили его в джамаяте еще раз. Это было бы для вас желательно. Что, еще одна фарза, что ли, была? Два фарза, что ли, получается. Или же я вам приведу другой пример. Допустим, есть омовение. Правильно же? А насчет омовения мы все знаем, как есть. Нам Всевышний в Коране же возложил условия омовения. И так далее. Есть условия, которые Всевышний в Коране сказал. Есть уверующие, когда вы будете вставать на намаз, помойте свои лица, помойте руки вместо щеколотками, протеряйте голову и умойте ноги. Есть, не касается того, что поменяется в Коране. Теперь, у человека получилось так, что он наложил гипс, наложил гипс. И не может помыть ту часть тела, которую Всевышний поменяет в Коране. Что делать? Всевышний сказал, если стоишь на намаз, помой руку. А он руку помыть не может. Или ногу помой. Ногу помыть он не может. Что будем делать? Тылуй Таяма. Правильно же? А что, на него Всевышний два фарза очищения, что ли, возложил? Один фарз омовения, второй фарз Таяма. Два фарза очищения, что ли, возложил? Так кто-ли бы его поставил? Нет. Почему? Потому что здесь Таяма нам пришлось... Почему? Потому что мы условия омовения не выполнили. Только поэтому нам пришлось прибегнуть к второму пути, второму методу очищения. Таяма. Это общеизвестно по титулу. Любой человек, который знает, что если положил гипс на ногу или на руку, у него другого выхода, выбора нет. Потом ты он делает после омовения, делай Таяма. И что теперь? Может кто-либо сказать, что Всевышний на него... А, этот, оказывается, имам ему сказал, на него Всевышний два фарза очищения возложил? Так кто-либо говорит? Нет же. Поймите правильно вот эту вещь. Если кто-то человек что-то говорит, например, по этому имаму Рамали, когда ему сказали, вот что, например, вы скажете насчет того человека, допустим, да? Кто-то говорит, что шафииты выдумали шестой фарз. Извините меня, это не только шафииты касается этих условий. Допустим, например, такое же мнение есть и ханафитов. Если джума-намаз совершается без выполнения всех условий, ханафиты тоже говорят, что следует совершить обеденный намаз после него. Но среди ученых есть разногласия. Здесь потом, кому интересно, посмотрите, имеется в виду, у них есть книга. Эта книга среди ханафитов наиболее известная. И в этой книге непосредственно приводится мнение, и среди ученых есть хиляф. Совершение обеденного намаза будет фарфом или будет мастахабом? Есть хиляф. То есть будет ли это обязательным или нет? Но тем не менее говорят, что обеденный намаз совершать следует. Да, например, ханафиты говорят, но тем не менее следует, но лучше его не делать, в мечети вернуться домой и совершить дом. Манекиты что говорят? Манекиты тоже самое говорят. Почему говорят? Потому что манекиты, хамбадиты, шафиты, все говорят о том, что если не соблюдены условия, которые соблюдал апостанник Аллаха, мы что будем делать? Эти люди же чуть-чуть Аллаха боятся, понимаете, боятся той ответственности, которая есть перед Всевышним. И поэтому имама Рамали когда спросили, что вы говорите, например, насчет человека, некоторые говорят, если человек скажет, что шафииты придумали шестой фарф, они говорят, что если не уклонены условия джума намаза, имеется в виду, то надо совершить обеденный намаз. Значит, честь важна получается шестой фарф выдуманный. Имам Рамали сказал, если человек так сказал, и он думает, считает, что это так, этот человек, говорит, попадает в кух. А если человек сказал так, чтобы ковырнуть другого, то следует, говорит, этого человека наказать так, чтобы у него больше не поворачивался язык, так, издеваться и прикалываться над религией Аллаха. Вот это, я, например, сказал, например, один из выдающихся ученых, имам Рамали. Поэтому здесь, понимаете же, когда человек, почему он так сказал? Потому что, ну, он тоже, конечно, он говорит, этот человек, говорит, попадает, выходит из ислама, говорит, и по отношению к нему следует применять все условия, которые, все положения, которые применяются в отношении Муркаба, но он же в исламском государстве тогда. Сейчас у нас исламского государства нет. Имеется в виду, мы эти условия применять не можем. Но, в данном случае, да, имеется в виду, здесь имеется в виду, почему он так сказал? Потому что, когда мы не выполняем одно условие, и стараемся как-то прийти к выполнению этого условия, человек, который не выполнил условия, и пытается, например, как-то прийти к выполнению этого, допустим, да, например, ошибки этого человека, если мы будем обвинять в грехе, нам в бедах и так далее, и так далее, то это нехороший путь. Это не путь наших правильных предков. Это следует.